А всем привет дорогие друзья, с вами как со Санджей, ребята вы еще не представляете, что за офигенный ролик сегодня получился про 6 сезон стендофф 2. Также еще в этом видео мы с вами затроем летнее обновление в стендоффе, которое выйдет спойлер уже в июне. В общем друзья, готовьтесь узнать и увидеть много всего нового про 6 сезон стендоффе и самое главное про летнее обновление. Летнее обновление тоже будет очень масштабным. Ребята, вы просто обязаны досмотреть данное видео до конца, потому что когда вы досмотрите данное видео до конца, вы будете знать почти все про летнее обновление и много новой информации. Еще и про 6 сезон. Также еще, ребята, мы с вами разберем пасхалки и намеки разработчиков на летнее обновление. И на шестой сезон тоже, кстати. И да, ребята, я еще салю дату нового трейлера летнего обновления. Ну и как стараться, берем новые новости с Тенд оф 2. Я записываю сейчас начало этого видео после монтажа. И, ребята, это один из самых лучших роликов про шестой сезон и про летнее обновление в Тенд оф 2. За это, думаю, обязательно стоит поставить лайк под этим видео. Давайте я брошу вам вызов. Если вы наберете на этом видео 4000 лайков, то я разыгрываю в следующем видео уже 4000 голды. Да, я хочу вам бросить вызов. Сможете ли вы набрать 4000 лайков под этим видео? Если да, то в следующем видео я разыгрываю 4000 голды. Победитель на перчатке, поздравляю его. И да, если вы не выиграли, не расстраивайтесь. Сегодня я делаю летний конкурс на перчатке чемпион. Чтобы участвовать, нужно сделать всего пару простых условий. Первое, это обязательно досмотреть данное видео до конца полностью и без перемоток. Без этого вообще никак. Второе, это обязательно поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал с колокольчиком. И нажать на все уведомления. Я буду это условие проверять в первую очередь. И последнее условие, это написать в комментариях вашу айди от игры Стенд оф 2. Чтобы я задонатил вам через сайт, писать в горе мою айди в игре у вас на экране. Все остальные, это фейк. Никакие прокачки я не делаю. Пожалуйста, не уведитесь на фейках. Также, братва, моя большая цель, это 300 тысяч подписчиков до 1 июля. Если ты все еще не подписан, а я тебе интересен, то будь добр, подпишись на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать мои новые видео. Ведь 90% смотрят мой канал без подписки. Это очень много. Давайте это исправим. Подпишись прямо сейчас, я буду очень благодарен. В общем, друзья, сегодня будет самое лучшее видео про летнее обновление и про жестой сезон Стенд оф 2. Только информации про обновление еще не было ни в одном моем видео. Еще раз берем новые новости Стенд оф 2. Это тоже важно. В общем, не буду тянуть и заставлять вас ждать. Усаживайтесь поудобнее, берите чего-то вкусного. Всем желаю приятного просмотра. Каждый из вас сталкивается с моментом, когда Стенд оф 2 надоел, хочется поиграть во что-то реально классное и веселое. Тогда советую всем абсолютную игру OneState. Это мультиплеерная игра на мобильное устройство с режим ролеплей. Думаю стать кем угодно. Бандитом, полицейским, бизнесменом или даже работягой. Я уже сам тут часто играю много дней и в этой игре реально большое разнообразие. А самое главное, это не какой-то клон ГТА, а отдельная игра. Самое главное на телефоны. На OneState реально весело и там ты точно не заскучаешь. На OneState можно играть как с андроида, так и с айфона. А так что тут реально удобное управление и интерфейс. А для моих подписчиков на OneState есть промокод Sanjay. Он дает 10 тысяч на старте. В общем, играйте вместе со мной в игру OneState. Вы точно не пожалеете, ссылочка и промокод будет в описании. Приятного просмотра. Итак, друзья, сегодня будет очень интересный ролик про обновление и он получился реально большим. Надеюсь, вы на него уже поставили лайк. И давайте начнем пока что с летнего обновления в стендофе, которое будет уже в этом месяце. А затем уже перейдем наконец-то к шестому сезону. Готовьтесь сегодня узнать много всего нового, потому что информации очень много. И начнем пока что с летнего обновления. Скоро я вам скажу примерно дату трейлера летнего обновления и самого обновления. Но давайте пока разберем очень важные пасхалки к летнему обновлению. Разработчик недавно выпустил целых 2 видео, где было куча пасхалок на то, что это давалось в шестом сезоне и в летнем обновлении. И давайте все это разбирать. Да, возможно, вы видели разбор уже других ютуберов, но я вам покажу пасхалки, которые никто не заметил, а главное намёки от разработчика. Итак, давайте посмотрим с вами видео от разработчика про летнее обновление. Там он дал очень много намёков. Мы все знаем эту фразу, но она не больше, чем миф. В каждый раз при планировании следующего обновления мы обсуждаем, какое оружие добавить. Итак, друзья, хочу остановить видео на этом моменте. Посмотрите, что тут. Вы скажете, что это просто случайная картинка. Ничего случайного от разработчиков не бывает. Я думаю, что разработчик специально сюда вставил топор и знак вопроса. Это большой намёк на два новых режима. Что это за новые режимы будут в летнем обновлении, вы скоро узнаете, ведь я разгадал пасхалки. Так вот, в летнем обновлении будет какой-то новый нож, и да, вы скажете, что новый нож бывает только в новом сезоне. Но вспомните, что сказал разработчик. Мы все знаем эту фразу, но она не больше, чем миф. На самом деле, у нас нет чёткой привязки к сезону. Разработчик прямо говорит то, что это миф. Это большой намёк на то, что новый нож уже будет в летнем обновлении в стенд оф 2. Что это будет за нож, пока неизвестно. Но, друзья, сейчас вы узнаете мега классную инфу, которую я разгадал. Разработчик снова был замечен на версии 0.2.4.0 в режиме командная резня и просто резня. Режим, если что, назвать карнэдж. И эти режимы будут в стенд оф 2. Но давайте прямо сейчас вернёмся к видео разработчика. И там мы, ребята, видим с вами топор. И да, вы можете сказать, что разработчик добавил это просто так. Но, как мы знаем, разработчики любят оставлять пасхалки. Которые многие ютуберы, кстати, не замечают. А я первый, кто это заметил. То есть, ребята, в летнем обновлении будет новый режим резня. И у всех будет новое оружие в игре, которое показал разработчик. А именно топор. И да, разработчик дал большой намёк в этом видео. То, скорее всего, будет ещё новый кейс в летнем обновлении. И да, если добавляют новый кейс, значит убирают какой-то старый. Какой же правильно? Это фейбл кейс. В этом обновлении есть большой шанс, что добавят какой-то летний кейс и какую-то летнюю коллекцию. А фейбл кейс уже уйдёт на рынок. Но давайте будем заходить дальше. И разберём ещё пасхалки и намёки на летнее обновление от разработчика. Кастомизация в стенд оф 2. Оперативники в привычном понимании. Или какие-то отдельные украшения для персонажей. Я не могу дать точного ответа. Да, разработчик очень не даёт чёткий ответ. Но давайте разберём важную пасхалку. Смотрите на эту фотографию, которую ставил разработчик. Тут у нас разная одежда на персонажах. И также разработчик говорит, что все варианты появятся в стенд оф 2, но не в ближайшее время. То есть можно уже ждать в шестом сезоне. И да, давайте я вам скажу, что это лишь ждать кастомизацию персонажей в стенд оф 2 в летнем обновлении. И мой ответ. Да. И ещё вы знаете, что разработчики уже добавляли украшения на персонажей. Только не в стенд оф 2, а в стенд оф 1. Так, кто не знает, что в стенд оф 2 была игра в стенд оф мультиплеер от Axlebolt. Там на персонажи можно было одевать маски и разные украшения на персонажей. Так что я могу точно уже сказать, что кастомизация персонажей будет в стенд оф 2. То есть разные украшения на персонажей. Как это было, кстати, в стенд оф мультиплеер, в первой части стенд офа. Так что, друзья, будем ждать кастомизацию персонажей в летнем обновлении в стенд оф 2. И давайте разберём ещё один ролик от разработчика про летнее обновление. Безусловно, во внутреннем графике Axlebolt дата уже стоит. Но как часто бывает, сроки могут двигаться. В летнем ивенте будет несколько очень смелых решений, которые точно никто не ожидает. А тематика летнего ивента, ох, я уверен, она вызовет одновременно шок и тёплое чувство ностальгии у наших игроков. Тематика летнего ивента вызовет ностальгию. Так нам говорит разработчик. И что же это может быть? Возможно, вернут коня. Либо же будет новый режим со старой провинции. Или старый режим ремпэйдж. Лайк, кто помнит этот режим. Просто ностальгия. Там, возможно, как раз таки и будет топор, про который я вам говорил в начале. Вместо биты в режиме ремпэйдж. В общем, друзья, насчёт этого я ничего не могу сказать. Потому что с ностальгией в стенд офе связано многое. Какой режим вернут в стенд оф 2. Или какую карту добавят, пока мы ещё не знаем. Но это точно связано с чем-то старым в стенд офе. Лайк, кто, кстати, хотел бы коня обратно на провинцию в стенд офе. Итак, друзья, намеки разработчиков мы с вами разобрали. И мы понимаем, что разработчики добавят к летнему обновлению оперативников. И также добавят какую-то старую режим. Или какую-то старую карту. А возможно, коня вернут на провинцию. А также летнему обновлению будет новый нож и новый кейс. Теперь, друзья, давайте узнаем точную дату выхода летнего обновления в стенд оф 2. Также узнаем точную дату трейлера. И позже перейдем к шестому сезону. Я же обещал, что это видео будет реально большим и масштабным. Итак, друзья, давайте узнаем пока что дату летнего обновления в стенд оф 2. На самом деле, узнать его очень легко. Где-то через 10 дней выходит пасс Fireborn на рынок в стенд офе. Если что, я делал про это уже прошлый ролик, обязательно его посмотрите после этого видео, ведь там точная дата выхода пасса Fireborn. После выхода пасса Fireborn нам стоит ждать трейлер летнего обновления в стенд офе. Когда же может выйти трейлер летнего обновления? Это, наверное, будет самый главный вопрос после того, как выйдет пасс на рынок. Ну, как я уже сказал, трейлер не выйдет, пока не выйдет пасс на рынок. И, как я думаю, трейлер выйдет уже скоро, где-то 15 или 20 июня. Но это не точная информация, потому что трейлер после выхода пасса может выйти сразу. А само летнее обновление, как я думаю, выйдет либо под конец этого месяца, то есть в июне, или же в начале июля, а не позже. Нам пока стоит ждать выход пасса Fireborn на рынок, а потом уже говорить про летнее обновление. Потому что пасс Fireborn должен выйти сначала раньше всех. В общем, друзья, насчет летнего обновления, я думаю, вы все поняли, это будет довольно масштабное обновление в стенд офе. Хотя это ещё пока летнее обновление, но вы ещё не представляете, что будет в шестом сезоне. Давайте теперь перейдём к шестому сезону. С новым сливом. В прошлом видео я ещё говорил, что в шестом сезоне 100% переработают Сэнстоун. Советую это видео тоже обязательно посмотреть. И сейчас много игроков реально ждут тревог Сэнстоуна в стендоффе и не зря. Вообще эту информацию в комьюнити запустил я. Хотя это сказал Вилли на своём стриме, думаю вы помните. Каю, вот бы Сэнстоун бы переработали, вообще было бы классно. Вот бы вообще множество карт в игре. Виллаж переработали, например. Старые вот эти вот карты. То есть он намекнул, что все старые карты переработают. Но нас-то всё не интересует, кроме Сэнстоуна и Раста. Недавно был слив новой мини-карты, изменённого Сэнстоуну. Как оказалось, это просто концепт. А пока что никаких доказательств реворка Сэнстоуна нет. Но про это намекал Вилли. И уже всё комьюнити ждёт реворка Сэнстоуна. Так что, друзья, думаю разработчики хотят угодить игрокам. Потому что как раз-таки Раста тоже должен переделать. Потому что эта карта очень дисбалансная. Его уже не меняют почти 5 лет. Ну и, друзья, что ещё можно ждать в шестом сезоне? Конечно же, новое оружие. Это, возможно, револьвер или же бизон. Лично я очень хотел увидеть новое оружие в Сэндофе. Которое должно уже скоро появиться. Друзья, напомню, что про шестой сезон мало что известно. А главное, мы с вами почти уже всё знаем про летнее обновление. И после летнего обновления уже будет шестой сезон. Всё, что сейчас говорят про шестой сезон, это просто к догадке. До шестого сезона ещё полгода, до этого ещё много. Если ты досмотрел до этого момента, то пиши в комментариях, я жду летнее обновление в Сэндоф 2. И добавь туда свою ID. Ведь в этом видео ждёт конкурс на перчатки чемпионы. Абсолютно каждый из вас может выиграть. Пишите также ваше мнение по поводу летнего обновления в комментариях. Ждёте ли вы оперативников в Сэндофе. И также какой нож, по вашему мнению, добавят в летнем обновлении. Не забывайте также обязательно ставить лайк по этому видео. И про подписку на мой канал тоже не забывайте. Ведь у меня есть цель 300 тысяч подписчиков до 1 июля. Спасибо большое за просмотр. Увидимся уже в следующем ролике. Всем удачи, всем пока-пока.